И снова мы в гостях. Нас принимает в гости Елена. Добрый вечер. Елена, расскажите, пожалуйста, как ваше настроение? Замечательное настроение. У вас очень красиво. Спасибо. Мы стараемся украсить свой дом. Он снаружи прекрасный и внутри стараемся его украсить. А скажите, пожалуйста, совсем недавно у нас были серьезные катаклизмы. Как вы это пережили вообще? Как сложилось все, отразилось это на поселке? А как на вашем участке это отразилось или не отразилось? Да, катаклизмы были просто кошмар. С трудом добиралась на работу. С работы, когда был очень сильный дождь, 4 часа ехала с работы на автобусе по Пионерскому проспекту до Витязева. Ну а там просто уже друзья помогли добраться к дому. Вот везде был потоп. У нас было все абсолютно сухо. Я удивилась даже тому, что была абсолютно сухая дорога, которая вела ваш поселок к нашему дому. Это было, конечно, очень приятное удивление, потому что я была на работе и шел такой ревень. Думала, ну все, нас затупит сейчас напрочь. Нет, у нас все было абсолютно сухо и никакой воды на участке, то есть травка растет, все нормально. То есть никаких потопов не было. Вот несмотря на то, что с 6 числа практически шли дожди, у нас было сухо. Ну я себе это объяснила тем, что у нас замечательное место, оно повыше. Спускаешься с горки в сторону Витязева, спускаешься с горки в сторону Виноградного и как-то там и сам даже Красный Курган, мне кажется, что он пониже. Мы живем вроде как, такой плата создана и оно в то же время на равнинке. Спускаешься и в сторону Виноградного в Благовещенку едешь и везде. Вот мы на горке. Меня это очень радует, что нас вот все так хорошо обошло, потому что я слушаю, что происходит с домами в округе. Ну это ужасно. А с какого города вы к нам приехали? Мы приехали из Екатеринбурга. Живем здесь с начала апреля этого года. Дома приобрели осенью. Как вы заключили договор? Вы знаете, каким-то счастливым образом мы встретили Александру. Это ваш риэлтор-менеджер. Таким образом вышли в нашу компанию? Да, я вышла на вашу компанию. Причем мы приезжали дважды. Мы приезжали, смотрели дом в Супсехиной горе. Потом нас какая-то знакомая отговорила, сказала, что все-таки там очень сильные ветра. Ну как-то не сложилось. И дом не очень нравился, и он по цене нас не устраивал. И кто-то нам дал телефон Александры. Совершенно случайный человек, который просто был в курсе, что вот я ищу. Мы позвонили, уже будучи в Екатеринбурге, уже уехали в расстройстве, все, что значит вот так не получилось у нас дома. Я позвонила Александре, значит мы договорились встретиться, мы снова прилетели. Саша нас встретила, сразу провезла. Причем она показала нам жемчужину, значит район Цибанобалки. Ну меня вот как-то это, я не знаю, видимо чутье не подвело. Да, мне действительно показалось, что там какая-то как низина после самого Цибанобалки. И, собственно, едешь через весь поселок, у меня тоже это не очень как-то. А сюда мы приехали, вот прям сразу все легло на душу. И тут асфальт, и дорога сразу везде. На тебе в Крым, на тебе туда. И сомнений не было. Сомнений не было, да. Мы посмотрели несколько домов, мне очень понравился дом, одноэтажный дом, 86 квадратных метров. Просто милый домик, просто замечательный, планировка и крыша над террасой, все. Но мы подумали, что если бы мы были вдвоем, то нас бы это устроило. Но поскольку к нам приезжает семья из Екатеринбурга, из Екатеринбурга с внуками, сын с женой, с внуками, то понятно, одноэтажного дома будет мало. И мы решили, вот посмотрев все-все-все дома, мы решили остановиться на этой планировке 125 квадратных метров. Лестница немножко в стороне, то есть она не висит там над головой в холле, все. Хотя 130-е, 110-е дома тоже великолепные, тоже хорошие. Но вот как-то нам выше приглянулся этот дом. А скажите, у вас есть какие-то к нашей компании пожелания или замечания? Для нас это очень важно. Значит, ну вот мы как пенсионеры, значит, нам сейчас, вот мы вложились вот в эту покупку, мы счастливы и рады и все, как говорится, как есть. Но, значит, было бы хорошо, чтобы, допустим, была бы сделана крыша над террасой. Вот это очень важно. Пусть это будет там несколько дороже, но пусть будет крыша. Нет, мы там предлагаем, у нас есть остекление террасы, если вы просто, наверное, с Ильей не обсуждали. Но это на любом этапе нужно сделать. Ну, да. Дело в том, что сейчас это надо делать дополнительно и пока, вот как говорится, не можем мы уложиться. На материале, да? Да, пока не можем. Если бы это было как-то вот вначале сразу же, ну вот сориентировались, может быть, что-то и получилось. Сейчас вот уже приехали, значит, ага, душевую кабину надо, то все. Значит, и вот еще, что я переделала здесь, вот что мне все очень нравится, с большим вкусом сделана отделка в доме. Все очень качественно, все вот прям, вот знаете, вот хочется постараться сделать такую обстановку, чтобы она соответствовала вот этому ремонту. То есть как-то тебя вот эта вот отделка, сама, сам дом снаружи такой красивый, эффектный, да, свежий такой. Отделка в доме, она тебя вроде как поднимает, ага, значит, на порядок выше, на уровень выше, ты стремишься к тому, чтобы интерьер тоже был со вкусом, все соответствовало хорошо, то есть как бы там ни было, стараясь, да, и чтобы чисто было, и все, и кошек строили, и собаку, вот. Ну, значит, что мы переделали, ну, вернее, доделали немножко такой, внесли такой штрих, мы сделали гигиенический душ. Биде здесь нет, не было возможности поставить биде, это раз, и гигиенического душа нет, и поэтому, ну, собственно, я как доктор, видимо, попросила сделать. Но мы сантехнику уже не ставили. Это не сантехника, а, ну, как сказать, я могу вам показать, это, ну, гигиенический душ. Нет, я говорю, но мы не ставим сантехнику, у нас, смотрите, дом с ремонтом, а именно санузлы, ванны, комнаты. Ну, нам пришлось переделывать, снимать кафель и проводить лишнюю работу гигиенического душа. Это не сантехника, мы сантехнику сами установили всю, но для того, чтобы вот все было, как говорится, с точки зрения гигиены правильно, нам пришлось убирать несколько плиток и делать гигиенический душ. Вы могли бы нашу компанию порекомендовать? Я всем рекомендую абсолютно, да, то есть у меня уже из Екатеринбурга, приезжали мои соседи, смотрели здесь дом, значит, но на Звездном свободной продаже не было ничего, как-то Циба на балконе не рассматривают. Мы сейчас продаем уже морской, у нас вторая очередь открылась, там есть участки, те, которые не забронированы, потому что там была броня, и у нас были там вопросы, проблемы, сейчас вы как раз и выиграли, поэтому, а там же и асфальт, недалеко от вас, рядышком буквально получается, так что, в принципе, можно переориентировать туда. Ну вот что-то ему по-морскому, то ли стоимость его не устроила, то ли там самолеты над головой летают, но что-то вот он как-то не рассмотрел, он очень хотел купить вот здесь, но здесь все продано. Я вообще считаю, что у нас лучшее место, вот честное слово. Звездное просто, да. Но мне очень удобно, я работаю на Пионерском проспекте, конечно, сейчас проблемы доставляют вот эти пробки, когда ты едешь там утром, в вечернее, что и попроще добраться все-таки, а утром очень сложно. Ну, я думаю, это временные все вопросы. Ну, дорогу сделаю, смотрите, там начинается еще, собирается новый въезд. Масса развязывается. Плюс сезон кончается, как-никак. Да, да, да. И мне очень удобно, то есть если нет пробок, я до работы еду 10-15 минут. Вот, по шоссе и до этого кольца, где там поворот к Софии. И все, у меня очень удобная ресторана, и никаких гор, и никаких тут тебе, не знаю, каких-то, ну, в общем, не нравится. Ну, нам обозначили вот наши жильцы, которых мы первыми встретили, сказали все-таки хочется, чтобы был магазин, да, чтобы была. Какие пожелания глобальные? Какие пожелания глобальные? Даже не в аптеке, не в магазине дело. По сути, здесь кто живет, у всех есть машины, потому что без машин здесь никто и не рассматривает вариант жилья. В аптеку можно съездить, в конце концов, мы тут все дружно живем, попросить соседей. Магазин вот рядом 10 минут, 5 минут, как бы. Вот. Очень бы, конечно, хотелось иметь чистую асфальтовую дорогу. Но об этом тоже идет. Вот это, вот это, да, вот это, я считаю, просто вот первое, что нам хотелось бы видеть здесь. Все остальное, да, есть свободные места. Я буквально вчера заезжаю, смотрю, ага, с левой стороны там свободное место. Думаю, что же тут хотят делать? Неужели кто-то выкупил землю для дома? Думаю, нет, здесь надо рациональный поставить какой-нибудь магазин такой, вы знаете, чтобы он прямо работал, работал, чтобы туда была возможность привозить там и молоко, допустим, какие-нибудь пасечники. Продукты такие необходимые. Необходимые, да. И может действительно какой-то аптечный лоречек. Но аптечный лоречек сейчас требует столько, у них столько требований по лицензированию, что вряд ли это... Ну, я понимаю, что возможно только там, где уже есть лицензирование. Конечно, конечно. Приняя предпринимателей, которые там уже имеют. Совершенно верно. Дублировать там, расширяться, масштабировать есть варианты. Если бы вы нам не сказали сегодня, мы бы даже никогда не узнали о том, что вас гоняют, оказывается, шумят на дороге, получается, есть гонщики, которые... Есть люди, которые попросили, чтобы были лежачие полицейские, чтобы перестали ездить очень быстро. По нашей дороге кто-то быстро едет? Ну разве что строители. Ну скорее, да, это строители, но это все временно. Это строители, это временно. Я никого не видела из наших жителей, что кто-то тут просто гонял. Я думаю, что это ребята, строители развлекаются. Парни молодые, энергии много, поэтому... Конечно, нет. Я думаю, что это вообще вопрос. Никого не ли, что кто-то тут гонял. Нет, для меня не стоит такой проблемы вообще. Ну, может, мы живем немножко подальше от въезда, поэтому... Ну, меня пока устраивает абсолютно все. А какие у вас планы с участком? Что планируете? Ну, я уже что могла, пока успела. Значит, мы же приехали в апреле. Пока тут все устройство на работу, я же сразу вцепилась в работу, уже 12-го числа вышла. У меня уже начались операции с апреля месяца, и мне особо некогда было заниматься участком. Ну, что могла, за апрель я сделала. Я по периметру посадила уже. У меня 30, больше 30 уже насаждений, то есть 11 инограда посадила. Думаю, что выживет, что не выживет. Вот, и есть и сливы, и вишни, и персики, и груша, и три яблони там ранние, поздние всякие. Да, очень ценно иметь свой участок. Да нет, это очень приятно, тем более, что у меня собака и два кота. То есть им надо куда-то выходить, гулять и все прочее. Да и самим просто выйти, подышать свежими воздухами. И знаете, просто порелаксировать, когда ты вечером выходишь, поливать растения. Это просто настоящий релакс. Честное слово. Очень смотри, что я уже стемнела, вот и поливаю. Спасибо вам, Елена, большое, что приняли нас, что высказали свое мнение. Мы обязательно учтем ваши пожелания. Спасибо, что выбрали нашу компанию. Спасибо. Ну, я всем советую. То есть вот сейчас, между прочим, у меня приезжала сестра, и она рассматривает дом на стрелке. Все хорошо у всех соседей, абсолютно много. Мы общаемся, у нас есть свой звездный чат. У всех все было нормально. Субтитры сделал DimaTorzok